Расскажите, я хотела бы сейчас вывести презентацию, которую, собственно, вы попросили меня представить. И там достаточно есть такие смелые... Вот сейчас, условно, я ее выведу на экран. На секунду. Смотрите, вот здесь достаточно смелые утверждения, что в 2021 году у казахстанцев, получается, будет 100 тысяч тенге, а уже через год, получается, будет 200 тысяч тенге. Это только у пенсионеров. Вот расскажите, что это, как это, как такие чудеса вообще возможны? Ну, смотрите, на самом деле власть официально заявляет, что средняя пенсия почти в 100 тысяч тенге, это где-то в 200 евро. Курс 1 евро – это 500 тенге. Я единственное, что хотел бы откомментировать, почему часто будет звучать евро, а не доллар, потому что мы ориентируемся на европейские государства, которые вместе с нами были в Советском Союзе. Это Латвия, Литва, Эстония. И они сейчас, их национальная валюта, так называемая евро. И мы писали программу, когда курс тенге к евро был 350, а сейчас вообще 500. Мы не видим смысла каждый раз тенге корректировать. Мы проще будем говорить в евро, но параллельно и в тенге я буду говорить, потому что курс сейчас 500. Так вот, государство говорит, что средняя пенсия где-то 100 тысяч тенге или 200 евро. Конечно же, здесь, ну скажем, основная часть не получает эти пенсии. Это кто-то получает 150-200 тысяч, кто-то 250, а кто-то и 50-60 тысяч тенге. Но, тем не менее, заявляется, что средняя пенсия в Казахстане 100 тысяч тенге или 200 евро. Что мы предлагаем сделать? Анализируя возможности государства, мы говорим, что пенсионная реформа будет заключаться в следующем. Любой человек, достигший пенсионного возраста, будет получать со стороны государства гарантированную минимальную пенсию дополнительно к тому, что есть. То есть, если ваша средняя пенсия сейчас 100 тысяч тенге, то вы будете дополнительно получать со стороны государства еще столько же 100 тысяч тенге. Это первый год реформ. А затем, в течение четырех лет, вы будете поэтапно дополнительно получать пенсию со стороны государства уже в размере 150 тысяч тенге. И в этом случае, точнее, извините, не 150, а 200 тысяч тенге, вот 400 евро, да? Тогда, фактически, наши пенсионеры будут приблизительно получать, как в Латвии и Литве, даже больше, и меньше, чем Эстония. Эстония вообще ушла далеко вперед, даже обыгнала такие среднеевропейские страны, как Чехия, Польша. Представляете, страна вместе с нами вышла из Советского Союза. Наши пенсионеры сейчас получают где-то 200 евро или там в среднем 100 тысяч тенге. А там пенсионеры получают свыше 500 евро, это 250 тысяч тенге. То есть, пенсия средняя там в два с половиной раза больше, чем у пенсионеров в Казахстане. Вот, собственно, мы это организуем, как только правительство ДВК придет в власти, немедленно. Не будем ждать там 10 лет или 20 лет, немедленно. То есть, пенсионеры будут получать сразу минимум в два раза больше и дополнительно со стороны государства эти будут доплаты. Вот если говорить о пенсионерах. Извините, что перебиваю, я бы хотел еще раз здесь отметить, что 100 тысяч – это та сумма, которую режим заявляет. Но на самом деле мы понимаем, что наши пенсионеры получают меньше. Если, ну, пишите в комментариях, кто сколько получает и так далее. Да, отлично. И вот как раз-таки в комментариях у нас сейчас тоже еще один вопрос. Его не было в презентации, я знаю просто потому, что видела. Но, тем не менее, вот мне кажется, он важный. Мухтар Кабурович, а будет ли изменение в возрасте выхода на пенсию? Ведь это данный критерий, который сейчас завышен, по мнению комментаторов. Это вот несколько раз уже несколько наших комментаторов задали. Я думаю, что, что касается возраста, это вопрос парламента. Если граждане нашей страны выберут депутатов на честных, свободных выборах, если будет воля народа, что пенсионный возраст необходимо снизить, то, безусловно, парламент эти решения примет. Мы сейчас, в принципе, говорим о том, что люди на пенсии будут получать дополнительные вот такие выплаты. Говорим о размере пенсии. Что касается сроков, это вопрос, собственно, самого народа. Я так считаю. Отлично.